И как в сказке «Братьев Гримм» получилось. Нашего крепкого орешка выдал след из автомобильных крошек, щедро раскиданных по проспекту Ленина. Стояла новенькая комрюха и не ожидала столь грубого наезда нашего героя. И удар получился что надо. Филейная часть деформирована. А где же он, герой наш? Но, по всей видимости, срочные и неотложные дела вынудили нашего перца продолжить движение и прорваться через пробку спокойно стоящих на светофоре автомобилей. Благо, расстояние подсказало, что пролезет. А нет, пьяные шары подвели. И еще четыре авто пострадало от этого товарища. Кто-то отскочил разбитым зеркалом, у других ситуация-то похуже. Кстати, это дороже-транспортное происшествие можно по праву отнести в разряд самых длинных. В смысле тех, кто остался и не смотался. И этот пьяный крепкий орешек не смотался. Точнее, вариант был еще и по встречке кого-либо зацепить. Однако подвела бронетехника. Колеса развалились-то в разные стороны. Ну и чтобы ни у кого более не возникало соблазна повторить подвиги Брюса Виллиса или Джеймса Борна, вот вам демонстрация того, сколько там автомобилей участвуют в подобных шоу. Да ни одно авто из голливудской аварии не проживет дольше одного столкновения. Вот так они в итоге выглядят. Кстати, мы не зря назвали свой сюжет. Крепкий орешек 5.0. Пять покорежных машин, а кроме своей, и ноль мозгов у пьяного чела. Но хотите посмотреть на то, что случается, если байкер хочет попробовать газель? Нет, не в Африку байкер уехал на сафари, а на перегрестке Суворова-Московской решил прошмыгнуть мимо газели. И если бы не отменная реакция у водителя, получился бы фаршированный байкер с пассажиром под газелью. А так пассажиру реанимацию, байк на свалку, права досвидос, если они и были. В резюме отсутствие мозгов и бухое состояние души и тела приводит любое транспортное средство в негодное состояние. А ОСАГО ни в раз не покроет ремонт пяти автомобилей, а если его и нет вообще, как и регистрации, то башлять. И даже за газель придется самому. Как и за лечение друга.